Безопасным и качественным должен быть образовательный процесс. Над этим в Сургуте работают круглогодично. Лето время донастроить и усовершенствовать различные системы. От тревожных кнопок и извещателей до автоматических комплексов пожаротушения и вызова оперативных служб. Как проходят проверки детских садов и школ, кто входит в состав комиссий и сколько объектов уже проверили. Подробнее расскажет Дмитрий Круковец. В Сургуте продолжается приемка школ и детских садов к новому учебному году. Подобные контрольные мероприятия проходят регулярно в летний период в каждом учреждении. Первым этапом проинспектировали дошкольное заведение. Проверка, которая была сегодня, она обычная, обыденная для нас. Это не новость. Ежегодно при подготовке к учебному году такие проверки проводятся. И в течение учебного года тоже проверяются тревожные кнопки, пожарная сигнализация и так далее. К учебному году мы при необходимости актуализируем инструкции по безопасности как для сотрудников учреждения, так и для воспитанников. Конечно, они все ознакомливаются. Воспитанники вообще ежедневно проходят инструктаж по безопасности на различные темы. Сейчас у каждой структуры, которая входит в состав комиссии, есть свое расписание, благодаря чему специалисты могут встроить контрольные мероприятия в свой рабочий график. В среднем за день инспекция посещает от 4 до 5 школ и детских садов. Помимо технических средств, которые смотрят наши проверяющие органы, у нас же еще очень много документации. У нас много журналов, спорта безопасности, инструктажи, программы. То есть вот эта вся документация, она смотрится также в полном объеме. Ну, в принципе, вот на сегодня, как Росгвардия у нас смотрела, да, ну вот можно немножко провести парель по всем остальным. То есть, конечно, у нас там нет выездов экипажей, но это документы, это журналы, это все инструктажи, это графики. Учитывая, что у нас же сейчас педагоги находятся в отпуске, и по выходу из отпуска с ними должны будут проводиться те же инструктажи по безопасности, по ответственности за жизнь и здоровье детей. На сегодняшний день управление Росгвардии уже провело контроль всех дошкольных учреждений и завершило свою часть приемки. В ходе проверок инспекторы отсматривают архив записи с камер видеонаблюдения, удостоверяются в исправности системы оповещения. В детском саду колокольчик правоохранители испытали тревожную кнопку. Все общеобразовательные учреждения должны соответствовать требованию постановления правительства, это у нас 10.06. Данное постановление нам предъявляет требования, и на основании этих требований мы уже от общеобразовательных учреждений требуем их соответствия. То есть там довольно-таки большой перечень и список, от А до Я, то есть там порядка 50 пунктов, которым они должны соответствовать. Сегодня у нас на данном образовательном учреждении были проверены видеонаблюдения, то есть оно у нас полностью соответствует предъявляемым требованиям, в том числе у нас проверялась тревожная кнопка по выезду сигнала экипажа Росгвардии, то есть экипаж у нас прибыл в положенное время, в кратчайшие сроки, точно так же скрытно подошли, проверили, то есть у нас тревожная кнопка соответствует, как и на других общеобразовательных учреждениях. Всего в Саргуте 39 учреждений дошкольного образования, на данный момент проверены все. Замечаний, которые бы не позволили принять детские сады, не выявлено. С завтрашнего дня комиссия приступает ко второму этапу инспектирования объектов образования, следующие на очереди школы города.